Израильское общество расколото из-за вопросов заложников и продолжения операции в Газе, эксперт. В израильском обществе нет единства по продолжению военной операции в секторе Газа, а также способов освобождения заложников. Об этом сообщил экс-посол Израиля в РФ, глава программы изучения России в Израильском институте исследований национальной безопасности Аркадий Милман, в комментарии для статьи «Новости Украина. Извивистая тропа мира», где Израиль ищет поддержки и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война. Как отметил Милман, общество в Израиле не является сплоченным по данному вопросу и имеет по нему серьезные разногласия. Большинство требует освобождения заложников, даже если это освобождение будет иметь последствия, с точки зрения полной остановки боевых действий. В то же время он отметил, что с другой стороны есть часть населения, которая требует, несмотря ни на что, продолжать боевые действия, уничтожать Хамас до полной победы. И в принципе эта часть населения не считает, что освобождение заложников – это первоочередная задача. И это очень серьезный кризис в обществе, отметил эксперт. Возврат заложников и прекращение огня. Напомним, накануне премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил, что соглашение Израиля с Хамасом о временном прекращении огня и освобождении заложников созревает. Недавно боевая группировка «Хамас» одобрила поддерживаемое в США предложение по поэтапному прекращению огня в Газе, отказавшись от требования полного прекращения войны Израилем. Первый мирный план провалился из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации руководства Хамас.